Друзья, всем привет! Мы начинаем нашу журналистскую деятельность на фандом-фесте. Начинается он с доброй отечественной традиции постоять в очереди. Да, да, да. Причем это и СМИ, и ВИПы, и все остальные. Все пришли на 15 минут. Насколько у нас люди ответственные и так далее. Будем с Аней и с Нодаром вести и просто рассказывать о том, кто все эти люди, зачем нужен фандом-фест, и как вам плохо от того, что вы сюда не попали, ну или наоборот. Я сдержанно, оптимистично настроен, а ты как настроена? Оптимистично. А я сдержанно, оптимистично. Я очень сдержанно. Постояли в очереди для всех, теперь стоим в очереди не для всех. За бейджами. Так что все, день начался хорошо. Мы как минимум проникли, так что люди от нас не скроются. Получили бейдж, не так долго и стояли, так что все нормально. Сейчас начнем. В другом люди улыбаются, вроде никто не толкается. Организация, ну, всегда массовые мероприятия сопряжены с каким-то, скажем так, стоплотворением. Но здесь пока все хорошо. Вы думали, это я, бобер? А это я, чатаро. Здравствуйте, друзья. Уже второй раз Фандом Фест открывает свои прекрасные просторы для косплееров и любителей гик-культуры. В прошлый раз ВК хвалился, что это мероприятие собрало какие-то тысячи, тысяч людей. Но в этот раз... Никакого Фандом Феста. Будет Фем Дом Фест. Никаких принцесс в беде. Будем искать сильных женщин. Я сегодня взял как раз сильную женщину, друзья. Я сегодня буду с точки зрения обывателя смотреть на это мероприятие. А Аня, это Аня, если вы не увидели. Привет, Ань. Вот, она будет сегодня с точки зрения профессионала. Она будет оценивать, насколько этот Фандом Фест хорош для косплееров и в целом. Так что сегодня я... Как минимум ты задашь нормальные вопросы товарищу косплеерам. Так что пойдемте смотреть, что здесь есть. Мы уже находимся в главном зале. По моим ощущениям, народу намного больше, чем было в прошлом году. Мы уже видели интересные образы интересных косплееров. Сейчас будем к ним подходить и задавать разные интересные вопросы. Главная отличительная черта больших фестивалей – это большое количество очередей. Сейчас мы узнаем, зачем люди стоят в этой большой очереди. А зачем вы стоите в этой очереди? Грейсону Фину. Сфоткаться. С кем? С Грейсоном. А кто? Это не расскажете? Это косплеер по Ханкаю, по Агеншин Импакту, по Зенезон Зиро. У него много подписчиков, как я посмотрю. А что вы хотите получить? Уникальный мерч, подпись, фотографию? Я хочу получить уникальные обнимашки. А что вы хотите получить? Какой-то уникальный мерч, фотографию, подпись? Основной я стою только потому, что мама хочет сфоткаться. Спасибо, спасибо. Конечно же, мы знаем, кто такой Грейсон Финн. И мы очень рады, что у российских косплееров есть такая большая поддержка от аудитории. И когда-нибудь, надеемся, у бобра будет так же. И, кстати, мой любимый образ Грейсона Финна – это Леон Кеннеди. А вы не подскажете, зачем вы стоите в этой очереди? Чтобы получить эксклюзивную карточку Ханкаиста Рейл. Ничего себе! А что она вам даст? Какие преимущества? Просто я буду счастливым обладателем такого раритета. Я считаю, это очень хороший знак выделиться среди фанатов. Зачем вы стоите в этой очереди? Я хочу бокс. Вы стоите за уникальным мерчем от Ханкаиста Рейл. Да. А не подскажете, зачем вы стоите в этой очереди? А вот нахваталку жду. Вы получите какой-то уникальный мерч по Геншину? Да, надеюсь на это, по крайней мере. Как вам фестиваль? Отлично. Мы уже здесь второй раз. Нам все очень нравится. Как вам по сравнению с прошлым годом? Намного лучше. Они учли все наши пожелания по поводу столов. Так что мы очень рады этому. Отлично. Желаем вам хороших продаж. Спасибо большое. Как Зельда Зельде. Скажи, как тебе этот фестиваль? Фестиваль супер. Лучше во всем Хайруле. Это отлично. Как ты относишься к тому, что Зельда станет главным героем в следующей игре? Я считаю, Зельда должна спасать Линка. Сильная женщина. Больше никаких девушек в беге, только сильные принцессы. Сильные принцессы спасают сильных героев. Как ты относишься к Агуша Геймингу? Агуша Гейминг – топ. У вас такой замечательный образ. Не подскажете, откуда он? Это из фильма «Майор Гром. Чумной доктор». Как долго вы создавали этот костюм? Если честно, суммарно около двух лет, если начиная с первого варианта образа. Ничего себе. Получается, каждая перышко у вас вырезана вручную. Да. С каждым годом все меньше и меньше в мире становится Жожо-референс. Добрый день. Добрый день. Канал JRPG Today. Расскажите, представьте, что у вас за образ, потому что люди уже не понимают. Меня зовут Лина. Мой псевдоним Лина Йоси. Я сегодня косплеер Джеллин Куджо. И да, такое чувство, что Джо-Джо-Фандомом просто вымирают с каждым днем. Это сильно грустно. Есть ощущение, что мы только вдвоем здесь? Да, есть ощущение. Мне кажется, тут больше никого нет под Джо-Джо косплееров. Мне кажется, это все засилие вот этот имперский фуэверс, который захватил все. Как мы будем бороться? Нужно дождаться, я думаю, седьмого сезона Джо-Джо, чтобы вернулась популярность к этому аниме, к этому фандому. Дождаться, наконец-то, когда выйдет Steel Ball Run, и я думаю, тогда снова Джо-Джо-Фандом обретется в новую силу. У меня к вам будет несколько интимный вопрос про личную жизнь, про мою личную жизнь. Я недавно развелся, все нормально, и вот после развода мне достался от супруги костюм Лины из Дота 2 и два попугая. И если два попугая, все нормально, то как вы думаете, насколько, 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 сейчас я вам даже его покажу, насколько я не прогадал и насколько сейчас ценятся костюмы из Доты 2? Потому что я сейчас здесь видел всего лишь одного косплеера из Доты 2. Ну, честно, не могу сказать, потому что сама я не играю в Доту 2, но мне кажется, что в Доте довольно интересные персонажи и костюмы, и я думаю, за счет как раз таких редкостей на фестивалях, я думаю, они могут тоже привлекать внимание. Я считаю, что вот этим забытым фандомом... О, мы видим, есть все-таки, есть третий Жожа референс, отлично. Я считаю, что вот этим забытым фандомом Дота 2, Жожа, нужно объединяться вместе, делать кроссоверы и вместе победим. Молодые люди, разрешите обратиться. Не сочтите за эйджизм, но я вижу, вы совсем довольно юные по сравнению со мной, со Скуфом. И у вас довольно странный выброс образов. Если кто-то... Выбор образов, если кто-то не понял, а Team Fortress 2, да? Да. А неужели современная молодежь сейчас играет в Team Fortress 2? Конечно. Сколько у тебя часов в Team Fortress 2? Почти 500. 500 часов? А у тебя? Чуть поменьше, там, на часов 10. Почему вы играете в Team Fortress 2, если сейчас есть Genshin, Ханкай Стар Рейл, там, я не знаю, все что угодно? Фортнайт, почему вы не играете в Фортнайт? Кто сказал, что мы не играем в Фортнайт? Почему тогда выбор таких образов? Потому что, ну, как мне кажется, человек выбирает самую любимую игру, чтобы делать мой образ. Ну, в том числе, Team Fortress это одна из самых легендарных и долгоживущих франшиз. Как бы, мы играем в Team Fortress, потому что это весело. Мы не... До сих пор, просто мне надоело где-то, ну, лет 10 назад точно. Ну, слушай, нужно брать, конечно, перерывы от любых игр. А Team Fortress, он до сих пор остается веселым и свежим, несмотря на свой возраст. А вот новую игру от Valve вы уже успели заценить? Нет. И что, не смогли даже получить бета-версию ее? Мы, в принципе, и не хотим, скорее всего. Почему? Мне вот, я поиграл, и мне кажется, что там как раз вот есть вот эта вот смесь Team Fortress'а и более современных. Но проблема в том, что Deadlock, он нацелен на более серьезную соревновательную систему. Team Fortress же это просто веселая стрелялка. Вот в чем разница. Ну что ж, друзья, я считаю, что наша нация будет жить и процветать, пока молодые люди играют, можно сказать, в игры моего детства. Ура, товарищи! Канал GRPG Today, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Вы такой крутой. Я знаю, спасибо. Но тем не менее, ваше лесть не остановит меня задать вам провокационные важные вопросы. Это было не лесть. Вы первый... Ох, что она делает, а? Вы первый косплеер Dota 2 на этом фандом-фесте. Как вы к этому относитесь? Вот все вот эти вот любители хайвертса, они убили целый фандом практически Dota 2. Раньше было Dota и LOL. Я не вижу ни Lola, ни Dota. Это очень провокационный вопрос, но я отвечу на него честно. Девчонки и мальчишки из Хуеверса тоже классно выглядят. Но я скучаю по лиге и по доте на фестиваль. Вы видели кого-нибудь сейчас еще в фандоме Dota 2? Я знаю, что будет косплеер по антимага и Марси, но я их не видела лично. Обязательно приглашайте их к нам, если увидите. Теперь у меня проекционный вопрос. У меня недавно произошли некоторые изменения в моей жизни. Я развелся. Ага. И после развода мне от жени остались попугаи и костюм Лины из Dota 2. Офигеть. Скажите, пожалуйста, насколько выгодно я развелся и не прогадал? И сколько сейчас может стоить костюм Лины из Dota 2? В 2014 году мы, по-моему, покупали его тысяч за 18. Он полностью бархатный. Ага. Ну, если он качественный, все в хорошем состоянии, можно примерно за столько же и продать. Вы не хотите? У меня нет столько денег, я нищий студент. А говорят, вот тут некоторые нам говорили, что костюм Dota 2 он кормит. Вот волка ноги кормит, а косплеера костюм Dota 2, потому что на каких-то мероприятиях они очень востребованы. Так ли это? Можно честно ответить? Меня ни разу не брали. Нет, ладно, один раз меня в костюме Лины взяли, но это было чисто везение. Меня больше не брали никуда. Ну, базово вы считаете, что я правильно поступил, и я не прогадал. Найдите новую жену, и она будет кормить вас и вашу семью. Ну, или просто покупателя. Меня, ну, если это будет вместе, то это будет замечательно. Но хотя бы продать костюм. Продам костюм Лины из Dota 2. Спасибо большое, ты прекрасна. Медленно, но верно, фандом фест превращается в фем-дом фест. Прекрасный образ, сильный, независимый. И уже все, что нужно, сделавший пич. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, если вы фем-бой, позвоните мне. А я фем-бой, кстати. Я не знаком с этой квадроберы, квадропуперы, трансморферы. Я просто не знаю. Нет, не похож. Не похож? Да, вы не в костюме, а стольфу. Жизнь прожита зря. Я хотел бы вас спросить, насколько вам близки вообще игры Нинтендо, или вы позер? Я позер. Насколько вы позер? Да. Отлично. Следующий вопрос. В моей жизни недавно произошли некоторые изменения. Я развелся, и после развода мне достался костюм Лины из Доты 2 от моей супруги. Скажите, насколько сейчас Дота востребована в плане косплея, и не продешевил ли я? Я сделаю вид, что я в первый раз вижу эту фотографию, и я скажу, что можно хорошо продать костюм Лины, потому что женщинам в костюмах Лины из Доты 2 на киберспортивных мероприятиях платят очень много денег за то, чтобы они ходили между фанатами Доты 2 и изображали, что они не воняют. А у вас есть косплей по Доте 2? У вас просто опыта очень много, суть по тому, что вы рассказываете. Нет, я его продала, потому что на самом деле фанаты Доты 2 воняют. Какой был образ? Это была Виндранер. И? Что, и? Фанаты Доты 2 воняют. Хорошо. Я думаю, фанаты чего угодно могут завонять, если не будут следить за своей гигиеной. Как в целом, Фандомфест, мы только что видели тебя на главной сцене, ты была крутой. Ну и сейчас крутая, не только была. Это правда, да, у меня вспотела попа. У всех у нас. Я можно сказать, это фестиваль не Фандомфест, а фестиваль мокрых поп. А у него вспотела попа? Да, но мы этого не увидим. Потому что у попы его уже. Нет, ну скажи, в какие игры, где присутствовала Пич, ты играла, и какие тебе понравились? Где присутствовала Пич? Да. Ну типа, ни в какие. Почему тогда ты косплеешь Пич? Отвечай! Ну она розовая, и на свой свадебный фотосет я нарядила своего мальчика в Марио. Так, стоп, откатываем. Сейчас симпы половина у тебя отвалились, и с онлифанса подписывались. Мы не записывали, что тебя нет? Нет онлифанса. Я готов стать твоим продюсером. Мы заведем тебя Бусти, вы... Муж будет стримить, мы будем зарабатывать деньги, это прекрасно. А муж, ты достанется что-нибудь? Мужу? А много ли надо стримеру? Ты как жена стримера должна знать. Много? Не, подожди, один раз кидаешь в него 40-90, RGB-подсветочка, и все. У нас, кстати, нет 40-90. Ну, может быть, поэтому, что вам нужен продюсер? 50-90 ждем. Ну ладно, хорошо. Ну, до 50-90, но для этого нужен продюсер. Знаешь, нам и без продюсеров на киноауках донатят. Блин, это хорошо. Ну, что поделаешь, суровый мир косплея. Люди, подходишь к человеку, хочешь с ним затереть про свой любимый фандом, а он практически себе в душу наплевал. Скажите что-нибудь нашим юным и не очень зрителям. Попу мыть надо каждый день. С вами была Анна, более известная как «Ой, позорище». Не подписывайтесь на мой OnlyFans, его нет. Вышли на перерыв немножко подышать. Хорошо, когда на фесте есть зона, где можно выйти и подышать. Очень повезло с погодой. Не облачко, при этом и не очень жарко, и не очень холодно. Так что в этот раз фандом-фест явно лучше, чем в тот. Ты же на том была тоже, да? Да. И как оцениваешь? Тот был поменьше. Ну, то же самое было. И меньше была активность, да, да, примерно то же самое. То есть у них был фудкорт не как здесь, открытой зоны, а он был зоной под шатром. Ну, там уже было похолодновато, уже холодновато было, да. Вот, мы обязательно должны дождаться конца конкурса косплея, чтобы понять, кто выигрывает вообще в этих самых косплеях. Я думаю, мы все-таки дойдем до администрации и спросим, почему тебя не аккредитовали. Мы разберемся с этим всем. Даешь больше косплеев на пить? Мало, Джоджо, но они есть, пятеро. Нинтенго, таких игр мало, но есть. Вот я вот прямо сейчас увидел Байонет, у Байонет две. Вот, и сейчас мы у них тоже сейчас спросим. Ходите на такие фесты, ВК молодцы. Вот насколько мне не понравился ВК-фест, настолько я сейчас кайфую на Пандом-фесте. Вот. И хорошо, что они не стали привязываться к какой-то тематике, потому что бывает, ой, а теперь у нас только отечественные косплеи. И люди, блин, что, ведьмака вести или кого? И так далее. Увидел Байонету, сейчас мы вам ее сюда притащим. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лилиш Гресс. Вы сегодня в косплее Байонеты. Великолепно выглядите. Спасибо большое. Сколько времени у вас заняла подготовка этого образа? На самом деле я заказала основу с Алиэкспресс, однако так как основа была у меня не по размеру, я его сшивала, переделала все золотые детали, так как они были из довольно-таки дешевого материала. Ну, так же я перекрашивала его. И в целом, наверное, недели две. Ничего себе. А какие красивые у вас пистолеты? Это 3D-печать? Нет, на самом деле это основа из Евы, совершенно неподходящая под персонажей, но я ее раскрасила в ожидании нормальной модели из 3D. Не подскажете, какие у вас еще любимые игры Нинтендо? На самом деле только в Нинтендо. Особо не ознакомливалась. Как вам фондом? Прям намного стал масштабнее, чем в прошлом году даже был. В прошлом был как раз, не в костюме только. И да, видно, что развивается. Очень классно. Очень крутая организация. Прям я не ожидала. Тут я, наверное, добавлю, мы были на других мероприятиях, и тот уровень, который ВК задает, это пушка. То есть забота о косплеерах. Ребята позаботились абсолютно обо всем. Программа супер. Хочется посетить оба дня. Спасибо организаторам. Добрый день. Аннет Косплей, навигатор игрового мира. Слежу за вами очень давно, за всеми соцсетями. Была вместе с вами в Казахстане. Я знаю, что у вас жуткий график, несколько съемок в неделю, потому что вы постоянно выкладываете контент, постоянно съемки с Соней Чаской. Скажите, как вы не перегораете? Что вас мотивирует так много, долго и уборно работать? Это снимаете в СССР, да? Да. Моя хорошая. Привет, ребята. Не, на самом деле, у меня часто ребята спрашивают и на стримах, в группе, как ты там на плаву держишься и творишь контент такое большое количество, большое продолжительное количество времени. Я всегда всем говорю, что, во-первых, нельзя делать то, что тебе не нравится. Любой косплей, если мы говорим про мои косплеи, или любые игры, которые я стримлю на стримах, это то, что мне хотелось бы сделать. Наверное, это едином, первое, первый залог успеха, второй залог успеха и не перегорания, это если вы нагружены морально, ну, допустим, косплееры, это же вам нужно с людьми пообщаться, ну, если мы говорим про аудиторию, пофотографироваться, вот. Многие устают морально. Я всегда всем советую какой-нибудь заюзать в хобби спортивные. То есть, побегать, походить, погулять по лесу, отвлекаться от суеты, от всего насущного. Вот просто, ну, грубо говоря, в компьютерные игры можно тоже поиграть. Я, допустим, как расслабляюсь? Я иду в зал, а потом прихожу, включаю вуконго. Играли вуконго, ребят? Где тут игра в эти? Вот, вот он, вот он. Мужчина честной судьбы еще. Уметь расслабляться, потому что иногда ребята, сломя голову, пытаются, там, допустим, прыгнуть сразу выше головы, а так не надо делать. У меня есть очень хорошая поговорка, бабушка говорила, но ее нельзя. У нас фестиваль плюс ноль. Да. С дуру можно снимать. Вот, ребята. Отдыхать. Отдыхать. Самое важное. Александр, навигатор горового мира, 37-го. С дуру. Скажите, у меня есть возможность запрыгнуть на этот хайп-трейн, косплей, и стать хотя бы частично таким же популярным, как вы? Потому что мы видели вот эту очередь, которая к вам стояла. У меня есть еще вот... Блин, я не советовал... Что мне этого нужно сделать? Я бы не советовал, на самом деле, приходить в косплей, для того, чтобы набрать популярность. Я не хочу показаться каким-то святым, но я когда начинал косплеить, вот если за мной долго следят, с 11-го года, я делал это всегда по фану, для того, чтобы с ребятами увидеться. И вот это моя история постоянно. Я пришел на сходку анимешников, они говорят, давай с нами покосплеишь. Я такой, что это такое? Давай. И мы просто ходили на фестивали, кайфовали, тогда же из соцсетей там. Они были, но никто там ничего не пустил, не было специализированных пабликов, вот всех этих историй. Поэтому он просто и у меня есть, наверное, какие-то, возможно, выработанные в голове постулаты, которые помогли бы людям не добиться того же, на самом деле. Потому что, если бы кто-то из нас знал секреты все, мы бы все были суперуспешными. Но это типа странно. У каждого свой путь и, возможно, то, что делаю я или то, что прошел, я не сможет адаптировать другой человек. Это очень сложно. Но общие черты какие-то есть. Самое главное это работать очень много, над собой, над контентом стараться. И, конечно же, вести паблик ВКонтакте, лучше социальная сеть, друзья мои, но здесь эти паблики не хотят. Благодаря Анне мой опыт репортажа сегодня настолько насыщен и настолько необычен, чем раньше. Обычно просто подходишь, снимаешь, а здесь, хоть мой костюм и плох, и прост, но благодаря ее гриму ко мне подходят люди, фотографируются, женщины подходят, не только люди. Делают это непосторонично, и я действительно почувствовал себя косплеером. Пожалуйста. Вот. Как ты оцениваешь мероприятие с профессиональной точки зрения? Мне очень понравилось. Я не видела, как это было за кулисами, то есть я не была на месте выступающего, но уверена, что там тоже все на высоте. Но сегодня ты тоже, у тебя тоже, скажем, впервые, ты сегодня как в СМИ. Да, и это так классно, это суперкруто, я благодарна Бобру, что он позвал меня и дал такую возможность побыть в СМИ и задать вопрос Грейсону Фину. Да, мы ему задали вопрос, наверное, вы его уже посмотрели, потому что это финал. Ну да. Я еще раз хочу поговорить Аню и вообще косплееров, потому что косплееры, ну, по умолчанию, люди, которые умеют работать руками, ногами, и они выносливые, потому что не только лишь все могут выйти там с 9 утра и вот мы пишем в 5 вечера, в 6. Да, практически на ногах и она очень крутая. Вот, и мне очень понравилось и чувствуешь, действительно, ну, я вообще люблю лицедействовать, а тут я, я вообще открыт и могу там дурачиться, скажем так. Спасибо большое! Спасибо, спасибо, да. И, в общем-то, я обычно-то человек открытый и могу всякие дичь творить, а так мой образ позволяет мне раскрыться полностью, вот. Ну, я также обычно задаю дурацкие вопросы, а сегодня, наверное, было получше, потому что Аня задавала классные. Вот, Фандомфест, классное мероприятие, второй раз уже в ВК их делают, и в отличие от ВК-феста, который мне понравился не очень и по организации, и по всему остальному, а здесь, собственно, как и СМИ, как и зрители, как косплеер, я оказался очень довольный. Такое мероприятие от косплееров для косплееров. Да? Вот на Эпиконе, на Эпиконе какая-то вот, ну, не будем как-то говорить, что Эпикон плохо, но как-то по-другому. Эпикон проводят на этой же площадке, нужно так сказать. Вот, и застройка Фандомфеста, она колоссально отличается от Эпикона, то есть Фандомфест, он лучше распределяет место. Ну, я думаю, Эпикон тоже прислушается. Мы туда тоже постараемся сходить, постараемся сходить действительно как СМИ и провести полную ревизию этого мероприятия. Раз в конкурс нас не берут. А может, после этого посмотрят и возьмут. Мы теперь держались за Грейсона Фина. Нас теперь вот от его феромонов, вот, он меня благословил, кстати, на косплеер-карьеру и сказал, что 37 лет не приговор, еще ко мне выстроится моя очередь из 100 малолетних фанаток. Но старше 18. Просто я старый, 18 для меня малолетний. Я очень рада, что я смогла побывать на Фэндом Фесте. Я рада, что мы сняли вам этот репортаж, познакомили вас поближе с многими классными косплеерами, показали вам их классные и интересные образы. Надеюсь, вы на кого-нибудь подписались из этого ролика, загуглили их по нику. Желаю вам всего хорошего. Говорю, что Фэндом Фест лайк в следующем году обязательно посетите. Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо тебе большое, что отозвалась. Аня просто подорвалась за полтора дня и сказала, что да, я поеду. Вот, я, если вы сам косплеер, я тоже своего рода косплеер, очень хочется мне сделать какое-нибудь еженедельное шоу, где мы будем приглашать косплееров разных, играть с ними в игры и разговаривать не только о косплее, а про классных штуках. Ну, ближайшее это должно быть как раз Зельда. Вот, мы как раз обсуждали новое шоу, где я буду приглашать косплееров к нам в редакцию еженедельно. Вот, так что ты заочно, заочно, мы заработаем еще, ты что, ты думаешь, все просчитано, вот. Открываем сбор донатов. Если вы будете платить деньги, я хоть каждую неделю готова приезжать. Это называется работа, знаешь, приходишь на завод и там работаешь. Меня устраивает такая работа. Это прекрасно. Все, всем пока, ставьте лайки, вы классные, косплееры тоже классные, цените их труд и будьте с ними вежлями и обходительными. И вообще, не только с косплеером, но и все. Пока!